Присвоить российские деньги и имущество у Европы получится вряд ли. Решение ЕСПЧ будет законным, если мы признаем его юрисдикцию над собой. До недавнего времени так оно и было. Москва безропотно выполняла все решения этого суда. Дело в том, что международные нормы права и международные договоры имеют приоритет над российским законодательством. Это положение прямо прописано в нашей Конституции. Такой, по сути, колониальный статус был навязан России в начале 90-х. Законы тогда писались на гранты западных стран. Вот вы видите одно из таких заседаний юристов у Ельцина. Возглавлял экспертов по написанию конституционных законов яблочник Виктор Шейнис. С трибуны выступал глава администрации Филатов. А министр иностранных дел Андрей Козырев, которого в Вашингтоне звали мистер Да, регулярно отчитывался перед Западом о наших законодательных реформах. Сейчас Андрей Козырев, ставший министром по историческому недоразумению, живёт в США и заявляет, цитата, «Сегодня Россия стоит на коленях, но смена режима неизбежна. Во времена Козырева Россия стояла не на коленях, она стояла на задних лапах и делала всё, что от неё хотят. Самая большая страна планеты тогда как будто забыла, что имеет широчайшие возможности ответить на любой вызов. И ждала, пока её примут частью западного мира. А получила в результате антироссийскую истерику, которая началась задолго до Украины. Вспомним хотя бы акт Магнитского или полублокаду нашей Олимпиады. И вот теперь под прикрытием международного права нас пытаются ещё и грабить. На защиту встал Конституционный суд, который на прошедшей неделе постановил, участие России в международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета. То есть страна имеет право не выполнять решения ЕСПЧ, если те противоречат Конституции. И это важный шаг в процессе обретения законодательного суверенитета. В самой Конституции России принцип верховенства международного права пока не отменён. Видимо, это ещё дело будущего. Однако грабить Россию одним розчерком пера у западной эфемиды уже не получится. А беспрецедентные штрафы за ЮКОС вроде 50 миллиардов долларов могут вообще заставить Россию пересмотреть всю существующую систему международных юридических договорённостей. Поэтому пока Западу впору вспомнить слова одного из великих германских политиков, железного канцлера Отто фон Бисмарка. В 19 веке он предупреждал, с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Это воскресный выпуск Вести и смотрите далее.